Новый взгляд В жизни студентов-очников началась предсессионная пора, после которой зачеты, экзамены и, конечно же, долгожданный летний отдых. Каждый проведет его по-своему. Кто-то будет прогуляться по улицам города, а кто-то, совмещая учебу с работой в течение всего года, сможет накопить на более экзотический отдых. До начала лета еще далеко и есть время подзаработать. Но вот только готовы ли работодатели к приему сотрудников-совместителей? Найти вакансию не проблема. Открыл разворот газеты на нужной странице и вот тебе десятки объявлений о приеме на работу. Причем не всем работодателям нужен опыт работы, но готовы ли они принять учащихся очного отделения института или колледжа? Это мы и решили выяснить. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Я звоню по вакансии в газете насчет работы. Требуются педагоги. Скажите ваш опыт работы и образования. Так, опыт работы я учусь в педагогическом институте на втором курсе. Опыта работы еще не было, но я думаю, я справлюсь. Просто работа срочно нужна, но я смогу работать только во второй половине дня после учебы. Хорошо, я расскажу по статистике нашей деятельности. Мы не будем показывать весь телефонный разговор. Скажем лишь, что в итоге все свелось к тому, что предлагалась работа в сетевом маркетинге. А именно, как сказали на том конце провода, в команде одной из косметических компаний. Сделав еще ряд звонков по номерам, где опыт работы не требовался, результат все тот же. Либо косметика, либо биодобавки. Берут всех, требований ноль, обещаний куча. Если есть желание подзаработать, то можно попробовать. Но чтобы стать членом команды, необходимо сделать первую покупку предлагаемого товара самому. Стоимость первой покупки везде разная. Вспоминая, что мы студент точного отделения и с деньгами не густо, попробуем найти работу без взносов. А здравствуйте, я в газете нашла вакансию, что требуются продавцы-консультанты. А зарплата какая, не подскажете? Только при встрече. Только при встрече. А вот смотрите, я учусь в институте и хочу подработать. Возможно работать у вас не полный трудовой день, либо со второй половины дня? Нет. Прозвонив полстраницы объявлений, мы можем точно сказать, что не все организации готовы принять на работу студента, но удобно для совмещения с учебой в условиях. Впрочем, есть более надежный способ получить нужную информацию о работе. Центр занятости населения, в который работодатели, кроме требований к нужным кадрам, предоставляют ряд документов, свидетельствующих о надежности самой организации. Но вот на сегодняшний день в базе данных нашего центра для совместителей работы нет. Она появляется, эта работа, но вот на сегодняшний день ее нет. Обычно это бывают курьеры какие-либо, которые можно приехать, увезти и развести какую-либо почту. Несмотря на отсутствие вакансий для совместителей, специалисты Центра занятости отмечают, что если студент захочет, он найдет работу. Но готовили сами студенты разделить время для выполнения домашних заданий с заработком. Да, совмещал. Расскажи про это. Ну, я учился в колледже, совмещал работу дизайнера, совмещал работу звукорежиссера и следил за сайтом. На учебе это как-то отражалось? В принципе, нет. Ну, то есть, свободное время можно найти от учебы. Единственное, это нужно все равно понимать, на какую работу ты идешь и сколько она займет времени. Я нет. Нет. А с чем это связано? Ну, во-первых, у меня учеба на первом месте и ребенок маленький. Не получается. Словом, поиск, настойчивость, желание работать и умея организовывать свое время – вот те главные киты, на которых строится работа по совместительствам. Ведь, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Еще в детских садах ребятам рассказывают, как и где правильно переходить через дорогу. Рассказывают про цвета светофора. Но вот если с теорией у детей все в порядке, то с практикой не все так благополучно. И выходя на улицу, правила дорожного движения не всегда соблюдаются. Так, например, в 2013 году на дорогах города и районов ДТП пострадало 4 ребенка. К счастью, все они живы. Такой невысокой цифры пострадавших детей удалось достичь благодаря активной работе по профилактике нарушений правила дорожного движения. Одним из ежегодных событий является городской конкурс «Юный инспектор дорожного движения». В конкурсе вот уже шестой год подряд принимает участие команда учеников всех школ города. Каждой команде предстоит пройти пять этапов на знание дорожных правил. Савелью Калмогорцеву сейчас 12 лет. Пусть он в первой школе в конкурсе решил участвовать сам. Да потому что очень зациклен на правилах дорожного движения безопасности салькамских детей. Потому что очень часто сейчас допускают ошибки в переходе. Ну, очень много случаев по нарушению правил. Сам же Савелья Шибок на дороге не допускает и на этапах конкурса показал себя и с неплохой стороны. Этапы были разные. Это и проверка знаний правил дорожного движения, езда на велосипеде, оказание первой медицинской помощи, а также вопросы, на которые отвечают будущие водители на экзаменах. Мероприятие мы проводим в рамках проекта городского «Безопасные дороги». То есть это одно из мероприятий этого проекта. Оно направлено на предупреждение и профилактику дорожно-транспортного травматизма. То есть это дети из отрядов и школ города и учреждений дополнительного образования, которые у себя изучают правила дорожного движения, основы медицинской подготовки. На сегодняшний день этот, казалось бы, простой конкурс развивает в детях привычку быть внимательными на дорогах города. Ведь, как известно всем, безопасность пешехода во многом зависит от соблюдения им правил поведения на улице. Евгения Константинова, Сергей Зибзеев, телекомпания «Сольтовы». Главные по прогнозам вновь предупреждают жителей Прикамии о понижении температуры. Какой она будет в нашем городе в выходные, расскажем после короткой рекламы. А в завершении выпуска вы увидите. Музыкальная открытка. Чья музыка согрела души соликамских ветеранов? Здоровый отдых. Спланировать выходные поможет дежурный выпуска. Управление гражданской защиты города Соликамска предупреждает. Осторожно, тонкий лед не место для прогулок. Безопасная толщина льда 15 сантиметров. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы 112. Что может быть лучше отдыха вдали от городской суеты? На лыжной базе «Колеец» вы сможете устроить активный отдых для всей семьи. Работает прокат спортингентаря для детей и взрослых. После лыжной прогулки по зимнему лесу можно посетить сауну, сыграть в бильярд или настольный теннис. А в гостевой беседке с мангалом можно устроить пикник. Захотели здесь отдохнуть денек-другой? К вашим услугам уютные гостиничные номера. Лыжная база «Колеец» здесь вам всегда рады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В субботу 22 февраля Соликамский термометр днем покажет минус 23 градуса. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Ясно, осадков не ожидается. В воскресенье 23 февраля в Соликамске днем ожидается минус 24 градуса. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный, облачный и без осадков. Ну а теперь о погоде в других городах на выходные. В Чердине температура воздуха будет минус 23 градуса. Ясно. В Перми днем ожидается минус 21 градус. Ясно и без осадков. В Губахе температура днем минус 22 градуса. Ясно. В Екатеринбурге температура воздуха днем минус 28 градусов. Ясно. Осадков не ожидается. В преддверии международного праздника Дня защитника Отечества. Во многих центрах и домах культуры проходят разные концерты. И выступления. Мне осталось в стороне и детская музыкальная школа. Сегодня в зале среди зрителей присутствовали приглашенные гости из Совета ветеранов завода «Урал». Валерий Семенов в зале оказался единственным мужчиной, но выступающих это нисколько не расстроило. Сам Валерий Николаевич с удовольствием провел время, ведь наблюдал за игрой своей любимой внучки. Вместе с женой, как бы с бабушкой пришли, бабушка осталась до конца. Мне надо внучку везти домой, занятия делать ей учебное. Понравилось. Я и к старшей внучке ходил, тут тоже кончала школу. Сейчас вот наши ходим. Поверье о том, что настоящий защитник Отечества должен обязательно быть безумно сильным и мужественным, сейчас не так популярно. Гости отметили, что такая вещь, как музыка, помогает ребятам быть сильным духом и не пасовать перед трудностями. Ну, защитник Отечества в первую очередь, прежде всего, должен любить свое Отечество. Он должен быть добрым, сильным и мужественным. По словам Ирины Мариевой, директора музыкальной школы, настоящий защитник Отечества – это человек, прежде всего, надежный и уверенный в себе. А такие показательные выступления, пусть не с громкими речами, а игрой на музыкальном инструменте, воспитывают волю и характер. Традиционное мероприятие, никогда мы не забываем ни о папах, ни о братьях, ни о дедушках, всегда у нас в гостях бывают по случаю праздников наши близкие люди. Концерт подходит к концу, но хорошее настроение на этом не заканчивается. Отнюдь, как признаются наши ветераны, музыка – это лекарство для души, да такое хорошее, что просто хочется танцевать. Нам очень-очень понравилось, вот именно то, что и дети выступления, свободно они держались. И вот последний номер, когда все вот это пыли, даже, да, понимаете, было такое настроение, чтобы даже и как, и немножко потанцевать. Большое спасибо им, мы очень все довольны. Илон Измайлов, Анатолий Сеснин, телекомпания «Соль-ТВ». Сейчас короткая реклама, сразу после которой Евгения Константинова расскажет, как провести боевые выходные. А у меня на этом пока все. Телекомпания «Соль-ТВ» желает вам интересных, полезных, а главное, хороших новостей. В студии была Илона Измайлова, увидимся с вами в понедельник в 18.30 на телеканале «Звезда». Всего вам доброго. Управление гражданской защиты города Соликамска предупреждает. В зимнее время соблюдайте правила безопасности. Проезд автотранспорта возможен только по организованным переправам. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю в Перми – 210-45-67. Что может быть лучше отдыха вдали от городской суеты? На лыжной базе «Колеец» вы сможете устроить активный отдых для всей семьи. Работает прокат спортинвентаря для детей и взрослых. После лыжной прогулки по зимнему лесу можно посетить сауну, сыграть в бильярд или настольный теннис. А в гостевой беседке с мангалом можно устроить пикник. Захотели здесь отдохнуть денек-другой? К вашим услугам уютные гостиничные номера. Лыжная база «Колеец» – здесь вам всегда рады. Время выходных настало и нужно задуматься о том, где провести два свободных дня от работы. Всем привет! Меня зовут Евгения Константинова. Давайте узнаем, чем можно занять себя в эти выходные. Ну и начать отдых я предлагаю в субботу ранним утром. Всех любителей рыбалки я приглашаю на конкурс «Подлёдные ловли рыбы», который состоится в 9 часов утра в Боровой на пристани. Так что, дорогие мужчины, берите удочки и вперед! Да, и конкурс состоится при любой погоде. Ну а кто рыбалкой не увлекается или любит поспать подольше, также в субботу, но уже в 1 часов утра в физкультурно-оздоровительном центре на Клистовке пройдет первенство по дзюдо. А вот часом позже в спортшколе в Боровске пройдет первенство по греко-римской борьбе. Начало соревнований в 12 часов дня. Какое спортивное событие выбрать, решайте вам. Лично я думаю, что все ребята заслуживают внимания. На этом спортивные события не заканчиваются. В воскресенье в 10 утра в доме спорта «Колеец» пройдет чемпионат города по легкой атлетике. Конечно, стать придется пораньше, но конкурс обещает быть зрелищным. Берите всю семью и заряжайтесь боевым духом на весь воскресный день. Ну и напоследок, дорогие женщины, не забудьте поздравить своих мужчин с 23 февраля. На этом у меня все. Планируясь отдых, не забывайте, каким бы ни был отдых, главное, чтобы он был полезным и приносил удовольствие. С вами была Евгения Константинова. Увидимся с вами на следующих выходных. До встречи.